Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб в крещении Роман и Давид жили в XI веке. Они были младшими сыновьями равнопостольного князя Владимира. Юноши получили хорошее христианское образование. Борису дали в княжеский удел Ростов, а Глебу — Муром. Великий князь Владимир среди всех своих детей особенно отличал и любил Бориса. В 1015 году он призвал его в Киев и доверил свою дружину. В то время это был первый шаг на пути к наследованию Великокняжеского престола. Борис отправился в поход против печенегов, угрожавших Киеву. В это время Владимир внезапно скончался. В Киеве оставался и его старший сын Святополк. Он опасался, что младший брат может помешать его претензиям на княжеский престол. Но Борис распустил войско и сказал, что не желает междоусобной брани. Коварный Святополк не поверил искренности Бориса. Он подослал к нему убийц. Борис знал о планах старшего брата, но не стал скрываться. Его убили во время утренней молитвы. По приказу Святополка такая же судьба ожидала и Глеба. Юный муромский князь скорбел о смерти Бориса и о страшном падении Святополка, но также не стал бежать. И Борис, и Глеб предпочли умереть, но не поднимать руки на брата. Через несколько лет другой сын князя Владимира Ярослав разбил дружину Святополка. Тот с позором бежал в Польшу. Ярослав глубоко почитал своих мученически погибших братьев. Он построил близ Киева в Вышгороде храм в честь святых и перенес туда мощи страстотерпцев. Благоверные князья Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, канонизированными русской и византийской церквями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова